Давайте прославим Бога. Мы попросим, помолимся, чтобы Бог через него прикасался, через нас говорил, помазанный в нож Божий. Мы верим, что он будет совершать свою работу, потому что он на этом месте, чтобы совершить с каждым из нас свою Божью работу. Хорошо помолимся. Отец, великий всемогущий Бог, мы приходим к преслу Твоей благодати, Твоей славы, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И мы так благодарны Тебе, что мы сегодня можем быть в Доме Божьем, мы можем являться учениками Иисуса Христа. И мы просим, дай нам благодать сегодня, Господь, все принять, приготовленное от Тебя, Дух Святой, Дух Божий. Мы открываем свои сердца перед Тобой, и мы верим, что для каждого из нас Ты приготовил, Господь, все благое, угодно и совершенное, потому что это Твоя воля, чтобы мы возрастали в Тебе, познавали Тебя, преображались в Тебе и служили Тебе. Благослови нас, как церковь, благослови, как народ и благослови, как Твоих священников. Спасибо Тебе, что мы являемся в Твоей команде, Иисус, мы желаем служить, мы идем за Тобой. И самое главное, мы хотим исполнить Твою святую волю. Просим Тебя, Дух Святой, прослави Иисуса Христа на этом месте. И благослови архиепископа Сергея, Дух Святой, возьми его сердце, устав в свои руки, соверши все, что Ты хочешь сегодня совершить. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим Бога. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, собравший нас вместе. Аминь. Братья и сестры, приветствую всех вас именем Господнем, именем Иисуса Христа. Мне сегодня честь иметь слово в собрании, в лидерском собрании, потом в служении уже церкви. Сегодня было собрание одно, да, в 11 часов. Сейчас здесь собрание. И скажу как лидерам, как служителям. Я упоминал на семинаре, я думаю, все были на семинаре, да? Или же... Кто-то не был, поможете вы, чем? Кто-то не был на семинаре. Ага, кто-то не был, да. Можете посмотреть, записи есть на ютубе. Можете посмотреть. И я вспоминал несколько очень интересных эпизодов. В такие местные писания, а заглавил я весь семинар из Евангелия от Иоанна, 8.32. Где сказано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И знаете, друзья, говоря вот к служителям, к лидерам, да? Я знаю, понимаю, что Бог хочет, в первую очередь, как раз заниматься лидерами. Заниматься теми, кто идет впереди. Вот. И в Израиле было точно так же. Мы... Эпизод такой в семинаре, я вспоминал на семинаре, когда Израиль духовно был в таком крайне низком состоянии, положении ужасном, что он напоминал поле весьма сухих, мертвых костей этих. Вот. И затем звучало Божье слово. Звучало порочество. И кости стали сближаться. Знаете, есть разные мнения, что же это за кости вообще. Но есть предмнение, что это как раз лидеры, вожди народа, лидеры. И вот Бог вначале эти скелет образует, на которые уже мясо нарастает потом и плоть. Бог хочет вначале двигать, сближать и соединять костяк, будем так говорить. Вот. И, конечно, впоследствии там дух дыхнул на этих убитых, и стало весьма великое полчища. Это было показано, как будет восстанавливаться Израиль. Но удивительным образом это указание и на церковь. Указание на уже христианскую историю уже. Вот. И... Даже не верующие люди знают эту пословицу, да? Каков поп, каков приход. Вот. Вот. И ударя в поговорках русского народа записано еще так. Если поп молится сидя, прихожа молится лежа. Вот. Ну, это история, что положено попу, не положено дякну. Вот. Но еще к тому, что действительно Господь хочет, я полагаю, уверен даже в том, что Бог хочет, чтобы те, кто идут впереди, лидеры, чтобы они были грамотны, были наполнены Богом. Иначе, если идущие впереди, если духовно слепы, то и они слепых за собой могут только в яму увезти. Но если поразревшие, если действительно знают дорогу, путь дорогу, то и ведут за собой людей в правильном направлении. В общем-то, задача новозаветного служителя, да? Каждый христианин, по сути, это служитель, лидер. Просто в ком-то этот потенциал уже начал раскрываться, в ком-то еще сидит глубоко, еще не раскрылся, еще не начал раскрываться. В ком-то уже раскрылся. Но Господь хочет всех нас видеть своими учениками. В общем-то, новый завет, тайна нового завета в том, что таинство само, церкви, в том, что все будут научены Господом, научены Богом. Вот это донести. И я умоляю просто вас, друзья, братья и сестры. А, брат, посмотри, там остановилась трансляция, там нажатие. Повторно еще. Нажми, пожалуйста. Хочется, чтобы тоже посмотрели наши. Вот, привет от моей семьи. Тоже они и утром подключались, и сейчас подключаются. Вот, и от супруги, детей, внуков, котов, от всех наших. Все в семейством смотрят. Так что, да. А потом обсуждаем, потом уже, либо по мессенджеру там подключаемся уже, смотрим уже, где что и как. Вот, и, так вот, друзья. И новый завет, новый именно в том, что все научены Богом. И я прошу молитв реформации в православной церкви. Я полагаю, что мы, как христиане, должны молиться действительно друг за друга. Разные конфессии, разные динаминации, ветви различны, но древо одно. Древо одно. Ну, конечно, кто-то принимает это, вот, такую картинку, вот, кто-то не соглашается с тем. Но я так себе рисую картинку такую, древо христианства, как бы, ну, еще с семьянской скамьи рисовали материеры всякие такие. И много ветвей там всяких отсеченных, и вот только одно, это вот наше православие, как бы, имело в виду. Но теперь я рассуждаю так, что на этом древе христианства много ветвей на самом деле. Больших и малых, старых и новых ветвей. Знаете ли, но Господь один, основание одно. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Одно основание. И если какая ветвь страдает, какое направление имеет проблему, то, так или иначе, все древо страдает, все тело страдает. Сравнил апостол Павел, да, в Библии нового завета сравнивается с телом. Очень красивое сравнение. Тело Христа. Тело на шеях, а тело Христа. Вот, и действительно, если палец болит, то мне там, нет других пальцев, да, значит, я думаю о нем. И вот, если одна часть тела страдает, болеет, то все тело, так или иначе, значит, оно страдает. И мы части друг друга. Каждый рожденный свыше человек больше или меньше должен это понимать. Что мы части друг друга. И я благодарю Бога за это служение свое, которому Бог призвал меня. Именно реформаторский такой, евангельский, православный труд. Вот, и где бы я ни был, я, конечно, со своей нуждой такой. Я везде говорю о том, чтобы молились братья, сестры о православной церкви, о православных христианах. Тем более, что, вот, взять Украину, другие страны бывшего союза. Действительно, православие имеет огромный вес, огромное влияние, культурное влияние огромное. Вот, и беда в том, если молитесь, да, или Бог потом будет напоминать вам о молитве, беда в том, что подавляющее большинство наших священников, священнослужителей, епископов, священников, дьяконов, люди невозрожденно свыше, не знают Бога. То есть, вообще, как таковое, вот, учение, понимание о спасении, да, библейское понимание о спасении, рождение свыше, оно напрочь отсутствует, как правило, вообще, даже в семинарии. Человек, заканчивая семинарию, заканчивая академию, получая духовное образование, становясь священником, как правило, не имеет понятия вообще, как спастись, в чем путь спасения. И чаще всего получается так, что и сам не ам, и другим не дам. Вот, получается, как собака на сене. Ну, ничего нового, это, в принципе, проблема-то, она хорошо забытая, даже не забытая, старая, да, проблема. Потому что и во времена Иисуса тоже так же было, да, во времена Иисуса лидеры, духовные лидеры, они сами не входили, многие из них, и препятствовали тем, кто хотел бы войти в царство. На сегодняшний день беда в чем? Что большинство священников православных, и не только в Украине, России, Белоруссии, вот я вот знаю вот эти три страны, и плюс еще, значит, Грузию в меньшей степени, но тоже знаю, Молдову еще в меньшей степени, но так знаю священнослужителей. Большинство, подавляющее большинство священнослужителей православных, вот, если спрашиваешь, в чем путь спасения, как спастись, обычный ответ такой, ну, ходи в храм, праздники соблюдай, постись, подчищайся, делай добрые дела, значит, там, ну, много что скажут вам, но все не по делу, все как бы вокруг да около, как бы и не в цель, мимо цели, грех, мимо цели. На самом-то деле, вот, действительно, молитесь, друзья, о том, чтобы Иисус Христос, Он стал Господом и Спасителем для тысяч священников. Вам же лучше будет, даже скажу так, по большому счету. Да и всем лучше будет. Я понимаю, что и в протестантском мире не все так гладко, и в протестантском мире своих тараканов хватает, вот, значит, протестантских, да, еще более жирных, чем наши православные даже, вот, значит, но все протестантские минусы, они перекрываются большим плюсом, что в протестантском мире при всех недостатках его есть огромный плюс, и самый большой плюс, что здесь нет вот этого, то, что я на семинаре назвал «многобожие». То есть у вас нет молитвы, вообще напрочь отсутствует, и слава Богу. Молитвы кому бы то ни было, помимо Господа. Когда пять-станетей назад началась реформация, то, конечно, там были разные мнения, и реформаторы порой спорят друг с другом, и споры эти продолжаются, за пять-станетей их стало не меньше, а больше еще. Но при всех спорных моментах были бесспорные вещи у этих реформаторов 16 века, да и сейчас в протестантском мире бесспорные вещи, и самая главная бесспорная вещь, что молиться не стоит другим посредникам, один хадатый, один посредник Иисус Христос. Все как бы здесь, в этом плане я за вас спокоен, слава Богу. Не, серьезно, это классно, это здорово. Мне не нужно, попадая в протестантскую церковь, не нужно там, значит, опять 25, все там доказывать, рассказывать, что, значит, только лишь Богу надо молиться, только лишь один Иисус Христос, хадатый, посредник. У вас это прописная истина, но, к сожалению, у нас это темный лес. И настолько темный лес, что когда в конце 16-го, начало 17-го века через сто лет после Лютера, Кальвина, началась такая постепенная, поэтапная реформация в православии на Востоке, был такой патриарх Кирилл Лукарис. Патриарх Кирилл Лукарис. И когда он в своей книге в 1632 году «Восточное исповедание христианской веры» впервые в православии, в восточном православии, он, патриарх вселенский, заявил, что один лишь хадатый, посредник у нас между Богом и человеками, человек Христос Иисус, что необходимо вернуться нам вот к этой основе, то и в этом захлевали буквально. Знаете, большинство священников против него стало в оппозицию очень жесткую, и другие патриархи, и епископы. Его мало кто побежал из восточных православных греческих священников, к сожалению. А потом его и казнили еще, вот как бы и его учеников стали репрессировать. И четыре собора подряд после его смерти знатели объявляли анафему его учению этому. Ну, позорище. Знаете, вот, ну, четыре собора подряд. Такого никогда не было вообще в истории православии, чтобы четыре собора подряд, то есть это большие конференции пасторские, будем так говорить, большие пасторские конференции всех православных, таких вот восточных, ну, охватывающих восточных патриархов именно. Африканского, там, Иерусалимского, Антихийского, ну и, понятное дело, Всеверского патриарха. Четыре собора подряд осуждали это учение. Да, у нас время здесь немного сейчас, да? До 25. Так, господа, хорошо, конечно, но времени мало. Я сейчас скажу, знаете что? Что, если молитесь, молитесь, вот, казалось бы, о таких простых вещах. Но, я скажу так, когда протестанты говорят, что у нас проблемы там в протестантском мире, я порой говорю, братьям, ногим, нам бы ваши проблемы. Дело в том, что вот такие простые вещи, но молитесь об этом. Потому что сейчас, конечно, допустим, в Украине ситуация меняется. Чуть-чуть подцепление такое. Отцепель такая наступает. Православная, я люблю, среди. Православная среди. Владыка Епитаний, митрополит, да, еще там ПЦУ православцев Украины издают такие, какие-то документы, которые вселяют какую-то там робкую надежду на перемены. То там косынки можно снимать теперь в храмах. Да, здравствует свободная женщина в восторге. Да, значит, то, значит, там можно... Что там еще можно теперь? Короче, что там можно там. Еще. Мне косынки запомнились просто. Вот. Впечатлила. Значит, и еще пару таких моментов таких, знаете ли. Но все... А, что можно? Стульчики бы ставить, скамеечки, да? Вот. Что можно, ну, все-таки как-то расслабиться немного, хоть в церкви. Знаете ли, посидеть там, послушать, пробовать какое-то назидание. Там, что-то еще, не помню там. Ну, еще пару вещей. Но на самом-то деле, вот такие косметические вещи, они, ну, мало что поменяют. Вот реально ничего. Потому что грешник, он что стоящий, что сидящий, что в косынке, что без косынки, как бы это... Мало что поменяет вообще. Вот. Хотя, если человек, он сидит в церкви, он уже, как бы, он уже настроен что-то все-таки, ну, услышать и что-то понять. Знаете ли, это уже не просто отстоять литургию. Но вопрос в чем? Самое основное. Надо рубить не бровь, а глаз. Надо в саму суть бить сейчас. И молитесь о том, друзья, чтобы действительно пришло это понимание, и Епифамия, и всем прочим братьям, понимание того, что ни в коем другом нет спасения. Нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Это символ веры, апостольский символ веры, настоящий, по-правдочному. В деяниях записаны. Это то, в чем они жили, в чем они жили, чем они побеждали, что они исповедовали, на самом деле. И это в этом силище Первой Церкви, в этом силище и в Церкви уже вот нынешней, сейчасшней, сегодняшней. Вот. И по поводу идолопоклонства. Многобожие идолопоклонства, они всегда рядом, они всегда обычно вместе. Поэтому неизбежно цепляется другая тема. У вас здесь нет живописи религиозной. В наших церквях реформаторских, обновленческих есть порой, а в некоторых нет никакой живописи. Но как бы то ни было, еще патриарх Кирилл Лукарис в начале 17-го столетия очень мудро на эту тему сказал, что не... Пусть изображения, как бы, не станут предметами почитания, поклонения. Знаете ли, пусть они будут как иллюстрации, пусть будут как оформление залов, допустим, собраний церковных, но ни в коем разе не для почитания. Здесь в Кривом Роге, вот тогда лет 20, чуть больше назад, один из первых, или первый приезд, я не помню даже, наверное, первый приезд даже. Вот, значит, было собрание у баптиста, по-моему, потом у писательника, я не помню. Мы помним на одном конце города были, потом на другом конце города. И через весь город ехали машины. Вот это запомнилось мне очень, путешествие. Из конца в конец. Да, я понял, он точно длинный город, Кривой Рог, точно. Вот, значит, и, ну, у нас было время поговорить, пообщаться с Валерием, просто с Куриковым, как раз, с Пастовым, когда мы ехали, как раз, на его 21-й Волге, а мне эта Волга очень нравилась, вообще 21-я, с детства, он мне подкупил сразу эту машину. И мы с ним путешествовали, на этой машине его ехали из конца в конец. Но чем я еще запомнилась тогда, он еще обратил внимание, смотри, вот эти церкви, смотри там, у тех баптистов, дом молитвенный такой, уже далеко не новый, но там изображение было, изображение одно, и второе изображение такое, ну, какие-то библейские сюжетики такие. Потом другой дом молитвенный был, там тоже какой-то, не был, херный, евангельский, какой-то, что-то нарисованное было такое. Но, опять-таки, друзья, вот даже если есть изображения какие-то, да, в домах молитвенных, то протестантские, ведущие, евангельские, научные, они и не поклоняются этим изображениям, они их не почитают. То есть, пусть они будут эти изображения, и в православии много изобразительного искусства, я как художник сам прекрасно понимаю, ну, это красиво, хорошо, что есть, то есть, но чтобы не было почитания этих вещей, потому что, когда почитание этих вещей происходит, тогда, ну, идолопоконство, тогда проблема, вот, а этого не должно быть. И еще, говоря о проблеме оккультной, зависимости в церкви православной, я говорю, что самая зловещая проблема, серьезная, это почитание мощей, человеческих останков, слава богу, что вы не знаете подобных вещей в своей практике, хотя, знаете ли, всякое бывает, короче, ладно, значит, я скажу, что, не, 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 человеческих останков протестанты не почитают, но есть вещи пограничные, которые, знаете ли, кто же говорил, кто-то из великих, там, харизматов говорил, больших, что он помазание свое, значит, получил на служение на могиле одной праведной женщины, значит, в Америке была женщина, там, 100 лет назад, в которой там исцеление много было, Кэтрин Кульман, вот на ее могиле, как бы там, там, и Бенни, и кто-то еще там получал, там, помазание, как бы, на могиле, вот, Кэтрин, значит, и я читал, это, я думал, надо же, стоп, это мне очень, что-то напоминает, вообще, это более знакомое, вот, и не то, чтобы я там, обжегшись на своем молоке, на чужую воду дую, но я предупреждаю, уполномочен предупредить, как братьев, поосторожнее с этими вещами, вещи пограничные, здесь, знаете ли, ведут проводок, и привет родителям, знаете ли, действительно, есть вещи, которые, вот, полезную бритвы, человек ходит, поэтому, лучше блажение, не увлекаться таким вещами, вообще, и блажение, конечно, не связывать с этим, вот, в Библии говорится, прав ты, и прав возвратишься, друзья, Библия говорит об этом, вот, мы смертны на этой земле, вот, и, нет у нас никаких прав, вот, знаете ли, почитать останки человеческие, тем более, как святыню, но в православной среде это очень далеко зашло, слишком далеко зашло, настолько, что даже если сегодня, допустим, ладыка Епифаний, он и решится на что-то, на перемены, ему будет очень сложно, потому что, знаете ли, вот сколько храмов, да, на Руси, и каждый храм в православной традиции, он основывается на останках святых умерших, да, плюс еще престол ставится, в каждом храме, ну, все бывали в храмах, да, обычный православный храм, там иконостас, закрывает, перегородка такая, закрывает все, и иногда царские врата раскрываются, и все там присутствующие в храме видят немного алтарную часть, вот, и там по центру престола стоит, семисвершник, ну, семисвершник, минора, это как бы указание на то, ветхозаветное служение, как бы это, я не против, нормально, светильники, мне это нравится, очень даже красиво, но дело в том, что в самом престоле останки человеческие, во всех храмах, во всех храмах, во всей Руси, тысячи вещей храмов, я один раз лишь был на освящении нового храма, присутствовал, и как священник именно как раз участвовал даже в этом, там прям по центру, значит, ставится на перекрестке такой гробик небольшой, он наполняется тебе костями, ну, там ассорти такое, знаете, там с разных скелетов, ну, я на доме пластическую изучал, поэтому я понимаю, что там с разных скелетов кости, значит, и, в общем-то, значит, и все это заливается воском, вот, и ставится там по центру престола, вот, и это считается, что, как бы, гарантией того, что Дух Святой сходит на этот храм и на этот престол, и, как бы, освящает хлеб и вино, и они превращаются, превращаются, как бы в тело и кровь Иисуса Христа, как бы, вот, ради вот этого всего, вот, и плюс еще, еще одна подстраховка на самом престоле, такой шелковый плат с изображением мертвого, тела Иисуса Христа, лежащего на гробе, и здесь у него там, контрольная ниточка прошита, зашита, ну, кусочек, обычно фаланга пальцев, что-то еще там такое, умершего святого, вот, такая мощная церковь, да, на мощах, вся, но эта мощь, она не Божья мощь, знаете ли, это не мощь, на самом деле, великая, а мощь Божья, она в слове Его, она в истине, евангельской, мощь Божья, в реальном Духе Святом, а не в этих бесовских манипуляциях всевозможных, знаете ли, поэтому, вот, когда, в 96-м году, когда я разочаровался, вот в этих всех религиозных, всех этих задлуждениях, знаете ли, я, это разочарование мое, в человеческих и бесовских учениях, оно произошло через Слово Божье, и, понимаете ли, когда приходит истина, она действительно освобождает, ничего другого истинно не делает, только освобождает от ненужного, и, буквально там, совсем немного прошло там времени, я помню, ну, не знаю, месяц, два, там, сколько там, я не помню, не засекал, но, я уже понял однажды, что, в своей личной молитве, я, надо же, я ловю, стоп, а я же не молюсь никому, кроме Господа вообще, надо же, думаю, вот это да, интересно, мне как-то так постепенно получилось, как вот люди некоторые рассказывали, меня бросали курить, не сразу, прям так, радикально все, значит, а вот так, потихонечку, значит, сокращали до пачки, потом там, до сигаретки, там, потом там, полсигаретки, короче, а потом полностью, да, значит, ну, кто как, наверное, бросал, вот, значит, и, вот, но чаще всего у нас с этими бросают, вот, сразу прям так, просто Бог вперед и освобождает вообще, вот, слава Богу. Вот, у меня было вот тоже, тоже вот как у тех товарищей, постепенно, я еще там, и там, где-то еще там, Богородие со Спаси нас, Святой, такой-то моли Бога нас, но все больше и больше давал времени, уделял времени для молитвы Бога, обращения к Богу, а потом поймался на том, что надо же, я молюсь только лишь Господу, и хорошо, и прекрасно. Ну, приходя в рам, я обязан был еще все это петь, но уже это было против моей веры, против моих убеждений, но я пел еще, вот, и потом понял, что все, надо будет принимать решение, рано или поздно. Невозможно просто это будет так долго продолжаться, продолжать. Вот, и, конечно, от мощей меня отвернуло очень так радикально. Раньше, да, раньше я очень сильно все это почитал, а потом, когда в 97-м приехал уже в Украину, то уже, будучи в Киеве уже, я попал в такое интересное общение, зашел в собор Владимирский, но я зашел туда ради Востенцова, ради его работы. Посмотреть-то, думаю, я в Килинг, надо зайти посмотреть. Вот, зашел, значит, в неслужебное время, значит, смотрю, да, работа Востенцова, сохранившаяся. Хорошо, вот, и ко мне одна женщина подошла, ну, не монашка так, ну, а-ля монашка. Там их матушка несколько работала, значит, после службы. Вот, а я был в Рясе, вот, и говорит, батюшка, о, откуда вы? Я говорю, ну, с России приехал, теперь в Украине, вот, первый раз в соборе, вот, в этом. Она так, о, хорошо, а вот давайте я вас проведу туда, у нас там сейчас закрыто, но я вам открою сейчас. там рука какой-то святой, там, что-то еще там такого-то святого, короче, фрагменты тела там. Вот, да, да, такой религиозный Фринкенштейн такой, да, значит, а я же уже это не целую ничего, это не почитаю, но я говорю, вначале я так вежливо говорю, нет, спасибо, спасибо, спасибо. Так она как баналист пристала. Да нет, все нормально, я вас проведу, но думал, что я как бы, ну, стесняюсь, как бы, мы не поняли друг друга, но я понял, надо изъясниться будет, надо изъяснить политику партии. Я, значит, ей рассказал, этой женщине, что, говорю, знаете, я говорю, мощей не почитаю, вот, извините, при всем уважении, то, да, я раньше, да, иконы, мощи, я бы бы знал, если бы раньше не продолжили бы там пару лет, я бы, с превеликим удовольствием бы, справил бы с ней религиозную нужность. Но сейчас, говорю, извините, я бы другой ориентации, духовной. Теперь до меня это совершенно вообще не колышет, никак, абсолютно, не волнует. Одним словом, ну, как-то я как-то там другими многими словами убеждал ее, но ее компьютер завис. Она видит, батюшка, из России, и он мощей не почитает, иконы не целует, какую-то другую ориентацию. Короче, а там еще акустика, там другие матушки собрались, мне тоже интересно, что ты у меня. Ну, я давай им рассказывать, еще и дальше. Вот. Я им говорю, что, знаете, я вообще даже и не молюсь никому вообще. Какого Богу молюсь? Они, конечно, да, их компьютер точно зависли. Уже никакие сочетания клавиши, уже не работали, уже. Они стояли, и перезагружались там долго. Ну, одна из них, такая большая, такая женщина, ее все слушались, ну, видно, что она там, как-то, главарь как-то, или как-то, ну, руководитель, руководитель, лидер, лидер. Вот, значит, и она мне сказала такую фразу, я ее запомнил на всю жизнь, наверное, эту фразу. Она мне сказала так, батюшка, у вас слишком упрощенная вера. Я это запомнил, вообще. Я потом просто шел с этого собора, думаю, надо же, интересно, фраза такая, достойная, целой главы в книге, какой-то. У вас слишком упрощенная вера, думаю, вот это да, думаю. Вот, значит, я когда уже шел обратно, да, значит, с собора, как до метра, до университета иду, значит, я сам размышляю, думаю, надо же, стоп, интересно, вот, евангельская вера, да, библейское обозрение кажется религиозному сознанию слишком упрощенным. Слишком упрощенным. И ведь правда, слушайте, религиозное сознание всегда ищет обходных всяких путей, множество. Ищет чего-то такого, не приведи Господь. Знаете, еврейское слово бавель, да, вавилон, бавель, есть слово, есть выражение еврейское, знаменитое такое, лей бабель, то есть, он заблудился, он запутался, заблудился, выражение, вот, я был там у моего еврейского батюшки в России в гостях, на родине этого, Ивана Сусамина, о, на родине Ивана Сусамина. Отец Георгий Эдельштейн, очень хороший батюшка, хороший еврей, и такой, не сбывающий своих корней, и один из таких прогрессивных священников вообще в России. Вот, в селе, в Блухомане, в глубинке, молятся себе, там, молодец такой, интересный священник. вот, значит, и, я, как отцу Георгию, он мне показывает, там, все, да, вот эти места, где, вот, как бы, там, даже дом-музей, там, организовали, какой-то, значит, за царя, жизнь за царя, значит, да, этого Ивана Сусалина. Ну, правда, местные, другую, по-другому эту версию, эту историю рассказывают, мол, он сам заблудился, короче, был просто плохим праведником. Ну, короче, неизвестно, кстати, точно, одним словом, и он сгинул, и войско-польское, которое прошло за ним, тоже сгинуло. Вот, и, но, Леонид Байбель, вот это выражение, да, это, получается, люди доверились кому-то, или чему-то, что их вводят просто в заблуждение. Не всякому духу верьте, написано в Новом Завете, но испытывайте духов, от Бога ли они. То есть, многие хотят быть проводниками нашими, путеводителями, но не всякому духу верьте. Испытывайте духов, от Бога ли они. Мы, как определяем духа истины и духа в заблуждении. Опять-таки, для нас лакмус и бумажечкой, здесь, в этом эксперименте, является сам Иисус Христос. Когда Иисус Христос, Господь, Спаситель, Искупитель, когда есть то, что мы называем христоцентричностью, тогда, действительно, это прямой путь. Потому что, Он сам есть путь, истинная жизнь. А вавилонская система, это запутанная система. Эта система весьма запутанная. Друзья, поэтому распутывайте все запутанные вот эти вот вещи. Распутывайте, показывайте на Иисуса Христа, вот, и пусть и в вашем сердце всегда будет евангельская простота. Не та, которая хуже воровства, а хорошая, правильная, евангельская простота. Взирание на Христа, взирание на Господа нашего. И помогайте другим людям выходить на этот прямой путь. Помогайте другим людям выходить из всякого рода заблуждений. Потому что в эти последние времена, я думаю, что вот эта битва, она достигнет своего апогея вообще. Эта битва за души людьми. Сейчас даже неверующие люди признают это, что мы живем в эпоху информационных войн. Правда, мы из Библии знаем, что эта информационная война началась еще тогда, 5779 лет с половиной назад тому, когда она поначалу была не в нашу пользу. Наша праматушка опозорилась и прабатюшка наша в этой войне пали. Но, знаете ли, за эти почти 6 тысяч лет человеческий урод, конечно, много что прошел в своей истории. Но одно уяснить нам нужно точно, наверняка. Одно, что самим нам не спастись, самим нам не распознать. Сами мы, даже самые мудрые из нас, самые сильные, не справятся с этой задачей. Только всецело доверять Богу. Только всецело ему доверять. Вообще, Иисус сказал, что без меня не можете делать ничего вообще. То есть, в смысле, ничего доброго. Плохое, да, можно, а вот хорошее, что доброе, действительно ничего. Поэтому наша задача доверять ему, взирать на него, начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас, братья и сестры. И паки, паки, как говорится, снова и снова прошу ваших молитв. Нуждаемся в этих молитвах. наше братство маленькое еще. За эти годы, я не знаю, я вообще, как организатор, очень такой, наверное, плохой, но я вообще, честно говоря, организовываю какие-то новые там структуры, конфессии, там, не знаю, ветви, не мостах, да и как-то стимула нет, честно говоря. Не так много всяких ветвей в христианстве. Но, знаете ли, хочется, чтобы вообще все православие, все восточные православие, чтобы действительно стало евангельским православием, чтобы храмов много прекрасных по всей Руси, матушки, слушайте, хочу, чтобы, очень хочется, чтобы в этих храмах звучало евангельское слово. Пусть будут там разные эти юрисдикции, там, с томосами, без томосами, не важно. Самое главное, чтобы была жизнь, чтобы была жизнь, там, с косынкой, без косынок, это уже там второстепенные, третистепенные вещи все эти. Главное, чтобы определиться в этих первостепенных вещах. Первостепенных. Однажды в Ижевске, в Адмуртии, там, и в Пугачеве, я там проповедовал, я там часто в Адмуртии бывал, вот, одно время. И, знаете, один раз получилось, там, импровизированный такой диспут был с местным батюшкой, священником православным, традиционным. Тот, для меня там, конечно, был очень злой. Вот, и его прихожане пришли там, восстановили его прихожане. И евангельских верующих там было раз-два обшелся. Так, тот наплакал буквально. А там, знаете ли, там очень мало евангельских верующих в тех краях, честно говоря, очень мало. Вот, и, а местный, этот священник, он там себя чувствовал очень так вот, ну, королем, знаете ли, обижал верующих, третировал там эти собрания, маленькие собрания и он им жизни не давал. В общем-то, это послужило, как бы, ну, поводом, мне там, побывать-таки все-таки. И вот, такой диск тут получился у нас с этим священником. Тот на меня, как бы, там, просто, ну, кричал и не давал даже, смогу сказать. Я пытался что-то сказать, куда там, как об стенку горов, даже еще хуже. Вот, он вообще не слушал меня, не слушал. Вот, ленив свой гнул. Короче, я во всех грехах виноватый был у него. Вот, ряса наша, крест наш, а ты не наш. Как бы, казачок засланный, харизма отряженный, как-то еще там, во всех грехах, короче, виноватый. Вот, значит, ну, я, не знаю, что делать. Я взмолился Господу так, про себя так уже. Вот, говорю, ну, боже, ну, дай слово для этого священника, потому что то, что я пытаюсь ему говорить, он, хоть бы что, он не понимает его никак, не слушает даже. Вот, и второе, я попросил, если будет слово, то дай, ну, возможность сказать ему. Не хочется там, перебивать там, это же не какое-то там шоу, там, телевизионное, там, где-то кричат друг на друга все. Вот, значит, нельзя же опускаться на такой уровень, дурак сам дурак. Значит, ну, как бы, христианин, значит, и я уже взмолился, и представьте себе, и вдруг, раз, пришло слово, притом так, я бы так не надумался никогда, вопрос ребром поставить. Ну, я жду второе знамение. И вдруг, и второе пришло, весь этот религиозный, сновесный, прекратился у него, как будто, знаете, вот он замолчал, и тишина, и народ смотрит, как бы, ждет дальше, что будет. Я понял, вот он момент истинный, надо сейчас это сказать. Я возьму, ты скажи, что вот пришло ко мне. Я сказал, вот вы, как священнослужитель, я какие-то слова такие еще сказал, думаю, сам удивился. Вот, какие-то такие хорошие, вот, по отношению к нему, уважительные, такие хорошие. Я говорю, ну, вы как священник, скажите, пожалуйста, вот вы сами рождены свыше или нет? Спасены вы или нет? Если сегодня ваш последний день, сейчас, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад? Хох, цитирую его. Он сказал, прилюдно, принародно, фразу такую, вот цитата вам. И она мне просто врезала с память. Я же был прямо возле него, понимаете, я рядом с ним, я был вообще в шоке. Он сказал так, нет, говорит, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. Конец цитаты. Знаете, я его за язык не тянул. Он мог бы даже хотя бы просто промолчать и там вообще. А он ведь сказал, и при том сказал, и было видно мне по лицу, и там другие, видимо, люди заметили, что он задумался. Вот, как вот в русском сейчас говорят, догонять стал. сказал и себя услышал. Кстати, это очень сильная вещь. Когда человек не часто слышит себя, это, ну, человек умнеет всегда. Да, и он растет, и вообще-то, это прекрасная самая вещь. Бог нам дал двое ушей, чтобы мы слушали и себя, и того, с кем мы разговариваем. Есть такая версия насчет двух ушей. Вот. И в два раза больше слушали, чем мы говорили. Тоже есть такая версия. И дальше я не имел уже слова Бога, но понял, в каком нужно ключе действовать дальше, говорить, бить дальше в это направление. Я дальше сказал, ему, ну, больше даже не ему, а больше к народу, как бы так вот уже. Товарищи. Ну, не помню, как я там начала речь. Короче, сказал. Но я, среди прочего, сказал так людям, собравшимся. Вот. А там некоторые бабушки, его там, лидеры пришли довольно агрессивно настроены, с лопатами. Знаете, так вот. Да, группа порядка была такая, серьезно, закопают все. Знаете, фамилии не спросил. Вот. их. И знаете, значит, да, там, я им сказал, говорю, вот, если, как священник, да, вы сказали, вот сейчас только что, я процессировал для народа, для него самого, его же самого, чтобы он еще раз услышал, что он сказал, что вы не возрождены, и что, скорее всего, пойдете в ад. Потом говорю дальше, что куда вы можете за Бог увести людей. Потому что большинство здесь присутствующих, они вам доверяют, как пастыр, как священнику. Ну, здесь батюшка спохватился, начал что-то там опять про мировой кризис и что-то еще там говорить, ну, вообще не попасть совершенно, вообще не по теме. Вот. И знаете ли, но самое интересное, это был переломный момент этого диспута. Потому что, когда все стали расходиться уже, ну, батюшка, этот священник, ушел, как с видом, победителя. Вот. Хотя было видно, поповское чутье меня не подвело, что батюшка задумался. Серьезно. Он так, вроде, узком не повел, но было понятно, что он, значит, задумался. И вот, и подходили ко мне православные, которые до того, перед диспутом, были очень агрессивные, многие так вот, и как бы, как на врага народа смотрели. А здесь подходили и благодарили, вот, и вкоснулось все это. А потом уже прошло, там, какие-то месяцы прошли, и мне с Ижевской, с Удмуртии, там, из Пугачева, звонили братьям, вот, и, ну, о том, о всем. Я спрашиваю их, ну, как там батюшка ваш поживает-то? А он там верующих третировал. Они мне говорят, батюшка изменился наш, говорит, вообще, как бабки сводили? Шелковый стал, спокойный вообще, здоровается, никогда, раньше люди добрые обходили стороной его, там поселок небольшой, это Пугачева, городок, и когда видели батюшку, они, люди добрые, просто на другую, на другую, ну, часть улицы переходили, чтобы с ними не встречаться. Он все время, прям, прелюдно кричал, там все там так вот. А это здоровается, и больше того, а там городок небольшой, язычники, если эти вот такие, там все знают сразу все эти истории. Значит, да, он, значит, значит, интересно, ошарашил народ в храме. Значит, там одна бабушка за ящиком, там, значит, начала там опять гневую прежнюю политику вести, мол, там, вот, там, баптисты, сатанисты, где-то понаехали, там, вот, а он как ряфнул, ну, бывший военный, там, типа, бежать, отжаться, там, или что-нибудь, разговорчики втроют, что-то такое. Значит, и сказал на весь храм, там всем присутствующим, вам нужно еще поучиться у них веровать в Бога, говорит. Те бабушки в шоке. Он обычно раньше, каждый раз сам в огород пулял камешек, а теперь запрещал, и наоборот, даже ставил в примеры. Задумался, слава Богу. Спасибо, Господь, спасибо за все, спасибо, что ты нас учишь думать, спасибо, что ты нас учишь слушать, слышать. Не только глаза наши физические, но и глаза нашего духа, они учатся видеть. Наши уши, не только физические, но уши нашего духа, нашего сердца, они начинают слышать. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо. Благодарю тебя за действительно реформацию этого времени. Благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас. Сейчас через полчаса.